Источники контента Сейчас нам предстоит пережить два события в связи с источниками контента. Одно радостное, другое печальное. Именно пережить, поскольку за каждым из них стоит не только осознание роли контента, но и последствия по его применению. Радостное событие происходит каждый раз, когда мы находим подходящий и бесплатный контент в интернете. Но мы начинаем переживать, что же тогда ценного в нас, как в разработчике курса, кем мы являемся в этом случае. Давайте вместе переживем эту радость. Если разработчик курса использует заимствованный контент, использует легально, то он не просто бездумно копирует, он его творчески составляет. На основе анализа содержания, оценки полезности для достижения поставленной цели и в определенной логической последовательности. С обязательным пояснением от себя лично. В этом случае разработчик курса меняет роль автора на роль составителя. Это очень полезная роль. Даже используя заимствованный контент, мы также выполняем авторскую работу, но в роли составителя курса. Печальное же событие состоит в том, что мы иногда понимаем, что нет бесплатного контента по нашей теме. И тогда мы начинаем переживать о ресурсах по созданию контента. Где и взять. В этом случае мы начинаем думать про то, чтобы стать автором контента. И это потребует от нас самых различных ресурсов. В простейшем случае это текст и графика. Да, написание хороших текстов тоже требует особого таланта, глубокого ума и хорошего владения письменной речью. Более сложный вид это аудио и медиа контент. Тут уже требуется умение не просто внятно, но и артистично говорить. Смотреть в камеру, использовать мимику, жесты, движение тела. Конечно, это не просто. И начинающий автор будет за все это переживать. Но вся драма в применении Moodle заключается в том, что ни одно из этих переживаний к нему не относится. А многие разработчики курсов, начинающие осваивать Moodle, психологически оказываются не готовы к тому, чтобы находить или создавать контент. Брать чужой им не хочется, поскольку они переживают за авторское право и свой имидж. Свой контент они создавать боятся или не умеют. Что делать? Я предлагаю вам пройти очередной квест, который поможет вам выбраться из ситуации буриданного осла. Метод оценивания – высшая оценка.